Я недавно разговаривал с чеченцем и спросил у него, в чем заключается путь Ахмата Кадырова, и он мне так и не смог объяснить, и я хочу спросить у тебя, так в чем же он заключается? Почему в основном чеченцы занимаются рэкетом, либо же в ММА пытаются попасть, где наука, где успехи в развитии? Почему Чечня должна быть многонациональной республикой, если те же другие нации, по твоим же словам, до войны относились к нам как к второстепенным и не разрешали даже говорить на чеченском мононационаре? Как раз сегодня я общался с одним товарищем своим. Саламу алейкум, как ты думаешь, будет ли Ауховский район, чеченцы-дагестанские в составе? Захотят ли чеченцы Дагестана быть в составе свободной Ичкерии, как только мы освободимся от России? Алейкум асаламу алькум, да, я думаю, вопрос вообще в этом не стоит. Для ауховских чеченцев, для них важен даже не столько вопрос независимости и так далее, у них там своя, понимаете, обида. Для них важно вообще, в принципе, восстановление своего района. Для нас, для всех это важно, не только для них, для всех чеченцев это важно, чтобы сам район был, во-первых, восстановлен, как ауховский. И сам этот район административно-территориально должен принадлежать Чечении. Не важно в каком составе, независимом там, зависимом в любом составе, но это чеченская территория. И вот это вот, пока эта справедливость не будет восстановлена, чеченцы Ауха, они, конечно, не будут довольны. И не только чеченцы Ауха, все чеченцы не будут этим довольны. А для чеченцев сейчас, даже если бы им сказали, что восстановят их район и присоединят их к сегодняшней Чечне во главе с Кадыровым, даже это для них было бы хорошей новостью, потому что сама вот эта историческая несправедливость, которая касается именно уничтожения района, отдачи их домов другим людям и выдачи обратно, это очень сильно гнобит людей. И поэтому для них в этом контексте, они даже сейчас не думают про то, что оказавшись в составе Чечни, руководителя Кадырова, что будут репрессии, все вот эти, которые происходят в республике, это на них тоже, они даже об этом сейчас и не думают. То есть для них это следующий этап. В том числе, я недавно разговаривал с чеченцем и спросил у него, в чем заключается путь Ахмата Кадырова, и он мне так и не смог объяснить, и я хочу спросить у тебя, так в чем же он заключается. А у меня здесь на основном моем канале есть ролик, называется «Путь Ахмата Кадырова. Как он есть?». Посмотри его, я там полностью описываю суть этого пути. Этот ролик записан, по-моему, 4 года назад, в 2018 году, но с тех пор ничего не изменилось. Путь он, каким он был тогда, он таким остался и сейчас. Твое мнение, насколько долго продлится война в Украине такими темпами, как сейчас она идет, и что делать Кавказу конкретно, Ичкерии? У меня нет на этот повод мнения по поводу, сколько продлится война. Я не умею такие прогнозы делать, я не знаю. Что нам сейчас делать? Нам сейчас заниматься информационной работой, информационной борьбой, просвещением. Вот это сейчас самое важное. Нужна идеологическая основа, платформа. Вот эта вот сама по себе идея, она должна гореть в сердцах у людей. Если она не будет гореть, пламя этой идеи в сердцах не будет у людей, то абсолютно бесполезно. Все то, что мы там попытаемся сделать, это бесполезно. Нужна массовая поддержка идеи. Почему в основном чеченцы занимаются рэкетом, либо же в ММА пытаются попасть, где наука, где успехи в развитии? Когда у тебя в регионе наместник кремлевский поощряет только ММА-спорт, то, естественно, каждый пытается получить какую-то выгоду. Любой вот пацан, представьте себе, ребенок растет, и он видит, что, значит, всего там улицы, ну или просто какой-то там известный чеченец, молодой парень, что-то там кого-то побил, и Кадыров ему дает, значит, Мерседес, дает ему квартиру. И вот этот вот молодой там растущий, ну маленький ребенок, для него это успех, которого достиг этот спортсмен. И у него нет вот такой же альтернативы, чтобы, допустим, в Инстаграме он увидел, как какой-то там математик, физик, я не знаю, айтишник, кто-то что-то там где-то выиграл, и Кадыров ему дал Мерседес и дал ему квартиру. Понимаешь? И он, естественно, для него, для этого пацана, для него вот успех, он очень просто объясним. Ты успешен, если ты тренируешься, хорошо, значит, где-то потом выступаешь, кого-то вырубаешь, и это успех, за это ты получаешь деньги, славу, тебя, значит, уважают, тебя любят. И, конечно, вот он стремится к этому. Чтобы это переломить, чтобы был тренд не силы, а тренд знаний, то нужно поощрять, понимаете, эти знания. Это не значит, что нужно спорт вообще как бы оставить, забыть. Нет, его тоже нужно поощрять, спортсмены тоже как бы нужны, это хорошо. Но это все нужно как бы развивать, и спорт, и науку. Но делать упор все-таки нужно на науку, не на спорт. Будущее, как бы, процветание, это наука, а не спорт. Спорт это, ну, скорее так, для себя. На Кавказе наука давно исчезла, потому что некоторым это невыгодно. Поэтому выпустили эти ММА-грязь. Если бы наука была оплачиваемая, то занимались бы учителями, например, 9 тысяч зарплаты, ММА-миллионы. Смотрите, вообще эта ММА-индустрия, она ведь не только у нас популярна, она вообще в мире популярна. Поэтому просто в чем отличается, вот допустим, США от Чечни? Тем, что там тоже очень популярна ММА, но параллельно с этим там очень популярны науки. Они также поощряются. Есть там фонды целые, эти университеты, институты, они имеют многомиллиардные бюджеты. Понимаете? Это тоже все, как бы, популярно и актуально. У нас есть популярный ММА, а вот все остальное, как бы, непопулярно. Это не поощряется. Поэтому люди к этому не стремятся. Должны ли жители Чечни, не чеченского происхождения, иметь гражданство в независимой Чечне? Конечно, это не то, что должны, могут. Этническое происхождение и гражданство, они, конечно, вещи связанные, но не всегда и не везде. Поэтому жители на территории Чеченской Республики проживают не только этнические чеченцы, но и другие этносы тоже. Конечно, в меньшем количестве, но они есть. И все они являются гражданами Чеченской Республики Чечни. В том числе, ты считаешь, что любому на право и на лево должны давать гражданство? Не должна бы быть такая, какая-то схема, по которой только чеченцы могут получать гражданство хотя бы первые 20 лет. Вообще, я не считаю, что на право и на лево должны давать. Это вообще миграционная политика. Но и только чеченцам это так тоже не должно работать. Я же говорю, у нас там целые села есть в республике, которые в большинстве этих селах не чеченцы, а это граждане нашего государства. Это наши братья. Поэтому, конечно, такой подход тоже неправильный. Могут ли, на твой взгляд, в условно-независимой Чараи быть гражданами не мусульмане? Если да, то будут ли они ограничены в правах в сравнении с гражданами мусульманами? Не только могут, они у нас есть. Я же говорю, у нас есть, проживают русские люди, которые это граждане нашего государства. Они давно проживают, они хотят дальше с нами жить. Конечно, они есть и будут. И ограничиваются ли они в правах? Как ты их ограничишь? Нет, конечно, как ты можешь ограничить этих людей? Почему Чечня должна быть многонациональной республикой, если те же другие нации, по твоим же словам, до войны относились к нам как к второстепенным и не разрешали даже говорить на чеченском мононационале? Как раз сегодня я общался с одним товарищем своим, и он рассказывал мне ситуацию еще до того, как у нас началась война, когда первые какие-то там российские солдаты у нас что-то появлялись, что-то там они пытались сделать. Короче, были плены, несколько российских солдат было взято в плен, они были ранены. И он говорит, их, значит, перевязывай там, медсестра с ними работает, и они, говорит, очень запуганные, руки дрожат, голос дрожит. Их, говорит, обработали, посадили, дали им чай там и так далее. В общем, они успокоились. Солдаты, говорит, успокоились. И ситуация, говорит, в этой казарме, или в этом помещении такая, что мест мало для того, чтобы сидеть. И, говорит, сидят вот эти вот пленные, им, значит, дают чай там. Также места, которые есть, тоже заняты нашими воинами, они тоже сидят. И какая-то часть наших воинов стоит, им нет места сесть, но сидят пленные и пьют чай. И они уже спокойные, с ними уже такой допрос как бы идет, с ними разговаривают, но не в жесткой такой форме, никто их не оскорбляет. И они уже такие успокоившиеся, спокойные, голос не дрожит, нормально они разговаривают. И в этот момент, говорит, заходит какой-то человек, тоже наш какой-то воин, заходит, он, говорит, видит эту картину и начинает критиковать. Он говорит, вы что творите, этим негде сесть, а вы посадили, говорит, этих. Вы что, не знаете, как они относятся к нам, к нашим пленным? Вы что, не знаете, как они там их убивают, мучают туда-сюда, говорит, сказал? И вот ему ответил один из, ну, видимо, старший, кто там был, он ему ответил, так мы поэтому с ними и воюем, чтобы не быть на них похожими. Потому что мы, наши обычаи, традиции, истории, они выше этого. Поэтому мы и противимся, и поэтому мы и воюем. То есть, основа в том, чтобы не быть на них похожими. Я хочу тебе так же ответить. Так мы и боремся с ними, чтобы не быть такими, как они. Мы не должны запрещать на нашей территории кому-то говорить на родном языке, из-за того, что это запрещали нам. Мы поэтому с ними и боремся. Поэтому давай не будем похожими на них, давай будем брать пример с достойных, с правильных. Как ты считаешь, что людей вроде Емадаева перетягивает на сторону врага? Вроде был героем, значит, смелость и отвага была. Так куда это все девается в итоге? Есть такой хадис посланника Аллаха, мир ему и бусыни Аллаха, что человек может на протяжении всей жизни совершать деяния обитателей рая, а когда ему до рая останется сколько-то локтей, то есть, расстояние с одним локоть, конечно, вот так. В общем, останется совсем чуть-чуть до рая, он окажется в аду. И человек может всю свою жизнь совершать деяния обитателей ада, а когда до ада ему останется вот это чуть-чуть расстояние, локоть или сколько-то локтей, то он окажется в раю. Вот я думаю, что с этими людьми как раз работает именно этот хадис. В какой-то момент они не смогли сделать правильный выбор. Аллах испытал их, кого-то Аллах испытывает какими-то трудностями, кого-то наоборот богатством, деньгами, кого-то родственниками, потери этих родственников. И вот кто-то не выдерживает. Он может всю жизнь совершать деяния обитателей рая, грубо говоря, как достойные вещи, какие-то смелые вроде. Но вот в какой-то момент, когда он будет испытан чем-то, либо трудностями, либо наоборот деньгами, богатствами, он не выдержит. Вот эти люди тоже не выдержали испытаний. Тумсо, ты если вдруг станешь президентом в какой-то стране, будешь скрывать свою семью, как сейчас, или будешь народным и открытым президентом, и как ты относишься к тому, чтобы жена стала первой леди. Для нас это, в принципе, не актуальная тема, потому что у нас не принято с женами где-то ходить, семью показывать на показ, выставлять на показ. Хотя, если, допустим, этого требует регламент, скажем, то в этом нет никаких проблем. Но вот то, что принято, допустим, у западных, да не только в западных, в западных, даже восточных каких-то обществах, показывать, появляться на публике и так далее, держаться за руки, допустим. У нас это, в принципе, в менталитете такого нет, понимаете? То есть, это не из-за того, что мы боимся там семью показать или у нас какие-то там скелеты в шкафах, не из-за этого, а потому что оно не принято, это некрасиво. Поэтому, конечно, нет, я бы, будучи не то чтобы президентом, а каким-то, будучи блогером, даже я этого не делаю. Но это не значит, что если будет какая-то ситуация, когда надо, например, встреча, на которую нужно прийти семьями, например, не значит, что ты туда не можешь теперь семью взять. Конечно, в этом нет ничего. Главное, чтобы ты в соответствии со своим этикетом, с правилами, обычаями своего народа, ты как бы вел себя в соответствии на публике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok